Если посмотреть за всю историю правления Путина Владимира Владимировича, такое случалось неоднократно. В этом нет ничего удивительного, особенно в преддверии того, что выборы в Государственную Думу. Я не думаю, что это какой-то такой спланированный акт, что что-то случилось, что вот надо искать какой-то особый центр. Многое так сошлось. Я не думаю, что кто-то ожидал, что губернатор Кировской области заподозрит в получении взятки. Никто не ожидал, что возникнет скандал с Мельдонием, что вот так вот сошлось. Никто там не ожидал каких-то определенных вызовов другой внешней политики. Поэтому сказать, что это был какой-то целенаправленный план Путина, который выжидал-выжидал и решил вдруг дождаться определенного момента и разом всех поменять всю политическую палитру, это не так. Путин достаточно осторожный человек, он достаточно непросто избавляется от людей даже там, тогда, когда это надо уже сделать. Он все сотни раз продумает, прежде чем принять тот или иной шаг. Если он так сделал, значит, ну, действительно, ситуация назрелая, по-другому нельзя. Хотя, я говорю, массовые отставки каких-то руководителях, там, были ли это политики, или это были, там, сотрудники силовых структур, они происходили раньше. Вот. В общем, для меня здесь вот в данной ситуации нет ничего удивительного. Ну, во-первых, это исходит просто из логики, да, ротацию чиновников надо производить. И это одно из самых действенных мер по противодействию коррупции, да, человек, который обрастает связями и, так сказать, какими-то влияниями, возникает конфликт интересов, а то и просто ленится, условно говоря, да. Вот. Им нужно придавать новый импульс, да, вот. Все-таки, когда мы говорим о государственной службе, мы забываем, что главное слово в этой идеоне – это служба, да. А если уж ты выбрал такую стезю чиновника, будь любезен в любой момент отправиться туда, куда тебя пошлют, да. Ну, и тут это сложно говорить. Я же опять считаю, что вот такое, как вы говорите, массовое перенаправление. Ну, вот. Я считаю, что здесь большой элемент случайности. Вот. Поэтому здесь, чтобы предметно говорить, почему того или иного человека отправили на другое место или дали пинка под зад, все-таки лучше говорить о ком-то конкретном. Спасибо. Спасибо. Спасибо.